Давай немножко о книжке. Это книга, то есть до того, как мы начнем рассказать про что она, побила рекорды в этом году. Она стала бестселлером до того, как она попала на склад в Озоне. То есть она стала бестселлером в предзаказе в меньше, чем за сутки. Такого раньше не было. Это мой 71-й бестселлер. Это Саша какой? Восьмой? Седьмой. Так что мы книг пишем много, и они почему-то популярны. Наверное, пишем хорошо. Эта книга не исключение. Мы тоже гордимся. Эта книга о том, как влиять на людей, как влиять собой, как влиять тем, что вы делаете, как вы делаете, как вы это все презентуете. Потому что очень много умных людей, которых никто не слушает в этой жизни. И чем умнее человек, тем менее его слушают, потому что всем уже надоело. Так вот, как поменять эту несправедливость обратно, об этом эта книга. Единственное, хотелось бы сказать, что в этой книге все вещи, которые мы пишем, они очень практические. То есть, смотрите, всегда есть две дороги для писателя и для тренера. Мы можем рассказывать, как люди хотят слышать, а можем рассказывать, что на самом деле работает. Если бы мы выбрали первую дорогу, мы бы рассказывали про теории, про фильм «Секрет». Потому что надо верить в себя, и у вас все получится. Такая была бы теплая, хорошая. Я самая обаятельная и привлекательная, я самая обаятельная и привлекательная. Помните все, да? Но вот эта хрень, она в кино работает. Это очень здорово в сторону иллюзий. Так все хотят верить, но это не работает. Мы больше по статистике, мы больше по технологии. Технология от веры отличается в том, что вещи, которые принимаются на веру, работают только если в них верить. Все знают, есть эффект плацебо. Когда человек принимает таблетку, сделанную из сахара, и считает, что она излечит его от всех болезней. В половине случаев он излечивается. Нам больше нравится технология. Нам больше нравятся вещи, которые работают, даже если в них не верите. То есть, если вы спрыгнете с девятого этажа с крыши, то вы, наверное, полетите вниз, даже если вы в это верить не будете. Вот это разница технологии и веры. Мы собрали кучу вещей, которые работают на уровне технологий. То есть, если вы будете читать эту книгу, или когда вы будете ее читать, вы будете со многим не согласны. Особенно тем, что касается управления другими людьми. Манипуляции, опять тоже такой спорный предмет. Потому что нами всеми манипулировать, особенно когда вы видите вещи, как манипулируют вами, у вас сразу возникает противодействие. Как это так? Как это так можно? Вот в книге мы описали, как это можно. Ответили на вопрос, как. Но моя просьба вам убрать внутреннего критика до сих пор, пока вы не попробуете. То есть, эту книгу можно и нужно использовать как инструмент действия. Как брать и просто по каждой главе изучать, конспектировать и делать. Ну, давайте начнем с того, что мы с Андреем специально попросили издательство. Это уже вторая книга. А, кстати, а есть еще одна «Делай деньги» книжка? Что это у вас? Деньку есть. Да. Вот, можно ее? Так, книга вот. У нас до этого выходили вот книги большие. Вот. И нам жаловались читатели, что не очень удобно, особенно дамы, да, что неудобно брать с собой в сумку. Ну, я так вижу ваши рюкзаки. И туда можно и большую энциклопедию ленинскую засунуть. Но, тем не менее, не очень удобно. Не очень удобно читать там в транспорте, где-то еще. Мы специально попросили, чтобы наши новые издания, они выходили вот в таком формате, который небольшой, не тяжелый, на тоненькой бумаге, чтобы можно было удобно читать. Вот. И из-за этого получилась еще одна вещь, о которой мы даже не думали, когда мы просили уменьшить формат. Из-за этого довольно серьезно упала цена. Ну, то есть, фактически, на сегодняшний день данная книга, она стоит ровно столько, сколько стоит большая банка кофе, сами знаете где, да. Поэтому, вот сейчас я смотрю, молодой человек, оглавление читает, пытается понять, что там написано. По цене банки кофе не читают оглавление. Идут в кассу, покупают, потом делают, что написано. Я жду автограф просто. Автограф будет, когда будут чеки. У нас все просто. Значит, сразу говорю, что мы сегодня разыграем... Значит, сейчас, если можно... Да, если можно, нам можно найти еще какую-нибудь маленькую коробочку. Значит, те из вас, кто хотят получить автографы, те из вас, кто хотят поучаствовать в нашей большой программе, мы сейчас начинаем программу огромную, которая называется «99 законов». Программа будет длиться целый месяц. Это будет 4 больших 6-8-часовых онлайн-тренинга. Программа затронет темы «99 законов власти», «99 законов лидерства», «99 законов победителей» и «99 законов денег». Бонусом, возможно, еще будет «99 законов настоящих женщин». Но это мы еще... Это не от нас будет бонус, это будет бонус от одной из самых известных писательниц России. Но это возможно будет... Итак, вот наша программа 4 огромных онлайн-тренинга. Мы сегодня разыграем среди вас, среди тех, кто принесет нам чеки за книгу. То есть сейчас мы с вами пообщаемся минут 40. Дальше у вас будет 5 минут, чтобы сбегать в кассу, купить книги, принести нам чеки. И мы разыграем нашу программу. Правильно? Да, 4 человека получат как раз... 4 человека получат от нас эти призы, эти бонусы. Ну и, естественно, все, кто принесут чеки, все получат автографы. Здесь с этим все просто. Так, тогда, наверное, начнем. Кто вчера был в доме книги? Вы были, отлично. Вы были. Мало кто был, да? То же самое будем рассказывать. Вчера было про харизму, про то, как наполнить свою жизнь тем, о чем в 19 веке говорили, личный магнетизм. Интересно, что в России еще в то время это было очень популярно, эта тема. Но она трансформировалась в тему харизмы. И сегодня мы говорим не про харизму, а про лидерство. Про то, как стать лидером в том, что вы делаете. Стать лидером, за которым идут люди. И лидер от руководителя отличается в том, что руководитель говорит, что делать. И говорит, делайте вот это. А лидер говорит, давайте сделаем это вместе. И делаем это вместе с теми, кто идет за ним. Причем здесь не обязательно должна быть материальная составляющая, какая-то мотивация. Здесь не обязательно должна быть какие-то... То есть нужно мотивировать людей дополнительно. Чаще достаточно одной большой идеи, которой вы живете, которой вы заражаете всех остальных как вирусом. И они следуют за вами, потому что им тоже интересно то, что вы делаете. И вот я вчера говорил, я учусь маркетингу у одного из ведущих маркетологов мира, у Дэна Кеннеди. У него есть очень хорошая фраза. Он говорит, что большинство людей по жизни ходят с пуповиной на перевес в поисках, к кому воткнуться. Это правда. И вот они втыкаются в людей, у которых идея больше. То есть люди готовы смотреть Дом-2. Это как интересно разговариваешь с людьми. Никто Дом-2 не смотрит, но все знают фамилии главных героев. И кто там с кем что делает. Мы с телевизионщиками встречались, и один из вопросов был, ну как можно такую хрень, извините, снимать? То есть как можно снимать вот это? Ребят, а ваши комментарии не по адресу. Как можно это смотреть? Потому что мы снимаем пилот, мы показываем, и мы оставляем показывать то, что больше всего смотрит. И вот, к сожалению, качество телевидения показывает, что больше всего смотрит не те вещи, которые направлены на рост, на личностный рост ваш. Мы хотим это немножко исправить, мы хотим это немножко подвинуть. И популяризировать именно задача такая, чтобы вы, ну с помощью наших инструментов, или не только наших, книг в том числе, чтобы вы о чем-то задумались, что дать вам возможность задавать новые вопросы себе в том числе, и потихонечку менять качество своей жизни. Кому там не очень хорошо видно, можете пройти вот сюда, здесь удобная лесенка, можно даже присесть, вот, и значительно удобнее стоять, можно облокотиться и так далее. Так вот, смотрите, давайте начнем вообще нашу с вами беседу. Зачем, зачем обычному обывателю, да, зачем обычному обывателю нужно быть в чем-то лидером? Вот, зачем это нужно, да? Я думаю, что мало кто из вас задумывался над этим вопросом, вот. Давай нарисуем. То есть, опять, да, у нас, к сожалению, видите, флипчар такой карманный сегодня, но я попробую. Но давайте сначала просто, вот, просто попробуем, да, вот, например, вы, вот, кем вы работаете? Да. Психолог. Вы психолог, отлично, а вы? Репетитор математики. Репетитор математики, прекрасно. А вы молодой человек? Реклама. Репетитор математики. Отдела какого? По развитию. По развитию чего? Продал. Продаж. Отлично. То есть, вы в продажах. Отлично, да? Вы чем занимаетесь? Безработный. Отлично, безработный. Отлично. Вот смотрите, зачем безработному, зачем психологу, да, зачем человеку, который работает в продажах и так далее, зачем быть вообще лидером, да? Вот кто из вас задумывался над этим вопросом? Вообще, нужно оно вам или нет? Какого возраста можно быть лидером, до какого нельзя? Вот. Я на этот график нарисую, у меня рука чешется. Да. Тут интересная вещь возникла, которая, особенно вот на рубеже 20-21 века, держи просто. А без микрофона слышно? Да. Отлично. А, я и так спою. Если у нас вчера там было, слышно. Да, то на 20 человек, я думаю, мы справимся. То есть, смотрите, получается очень интересно, если взять Советский Союз, раньше все было просто и понятно. То есть, если мы говорим, что вот у нас была возможность работать на пятибалльной системе на 3, на 4, на 5, ну и на двоечку, да, вот, в принципе, выбор был такой. И было понятно, ты работаешь на 3, то есть, ты как-то, ну, как вот присутствуешь на работе, то и у тебя компенсация какая была? Ну, тоже на троечку. Да, то есть, примерно было то же самое. Да, если здесь деньги, здесь у нас работа. Если ты работаешь лучше, с тобой больше на 4, хорошо работаешь. Вот, то компенсация была выше, ну, как-то вот, может быть, не на 4, а так вот на 3,5. Если ты работаешь на 5, у тебя компенсация была 5, либо тебя сажали, да, то есть, у тебя вот две версии было. А если ты работал на двоечку, то тебя все равно тянули вверх. То есть, с тобой проводили беседы, у тебя были пособия и так далее, и так далее. И модель была одинакова для всех, все было понятно, все было похоже. В 21 веке, после перестройки, так, у нас других цветов нет, ладно, буду рисовать этим же. У нас все поменялось, у нас все съехало вниз на одно деление. Если ты на троечку теперь работаешь, то что получается? Ты получаешь на 2, то есть, тебя увольняют. Если ты обыкновенный служащий, ты под увольнение. Если ты обыкновенный муж, развод. Если ты обыкновенная жена, то то же самое. То есть, как все, уже не вариант. Уже всегда какие-то проблемы. Причем проблемы вечные. Ты думаешь, так, нет, я вот этого не хочу, я хочу лучше. Двоечка, троечка, 4, 5. Я хочу лучше, и ты говоришь, я буду хорошо работать. Я вот на работе буду работу работать. Я не буду сидеть ВКонтакте, в Одноклассниках, я буду работать. И ты действительно работаешь, но получаешь среднее. У тебя средний отпуск, у тебя средняя зарплата. То есть, как бы, нормально жить можно, но хвастаться нечем. И ты думаешь, нет, что-то опять не то. Что-то как-то не подходит мне этот вариант. Хорошо, я буду работать на 5. Я действительно буду задерживаться на работе, и прям все будет хорошо. Но компенсация у тебя в лучшем случае на 4. Ты думаешь, ну у тебя нормальная зарплата, ну хорошая. Но ты же отлично работаешь. А вот где же, куда же это все делалось? Почему все съехало, и это все несправедливо? А если ты на 2, то он совсем ты же никому не нужен. Здесь есть маленький секрет. В новой реальности есть маленький секрет. Здесь еще есть один уровень, который называется стать номер один. Вот те, кто номер один, они получают все то, что недополучают все остальные. То есть, тебе больше платят намного, и все равно сколько тебе платить. Потому что ты номер один, ты лучший. На тебя все внимание, на тебя вся известность. То есть, ты номер один, поэтому этим все сказано. Потерпят все твои минусы. Люди будут стоять в очереди, чтобы с вами пообщаться. И так далее, и так далее. И зачастую, что самое интересное, разница между работать на 5 и стать номер один, она не в разы выше. То есть, между работать на 3 и на 4 огромная разница. Пропасть просто. Между работать на 4 и на 5 разница там в 2, в 3, в 4 раза. А вот между 5 и номер один разница бывает чуть-чуть. Это вот как в Олимпиаде. Если вы наблюдали, когда бегуны бегут, разница между первым и четвертым, ведь в доли секунды. Это не то, что четвертый прибежал на полчаса позже, да, он там выбежал покурить. А разница небольшая. Но первому достается золотая медаль, призы, Мерседеса там и так далее. Рекламные контракты. А про четвертого никто не знает. Четвертого в газетах не пишут. Ты там домой звонишь и говоришь, я как пробежал? Четвертым. Типа, ну, это четвертый в мире. Ну, никому не интересно. Так вот, именно задача стать номер один. В этом очень сильно помогает навык лидерства. В этом очень сильно помогает, когда люди видят вас, лидера, и сами приходят, отдают вам вожжи. Говорят, ну, поруководи, уже скажи, что делать. Мы готовы. И лидер, он на самом деле начинается не с того, что за вами должна идти какая-то толпа людей, да. Лидерство ваше начинается с нескольких факторов. Вот первый фактор, о котором каждый из вас должен задуматься, задуматься серьезно, это ваша внутренняя экспертность. То есть, ваш внутренний профессионализм, да. То есть, вот, насколько вы крутой учитель, там, математики, насколько вы крутой продавец, да. Ну, в нашей стране вообще проблемы с продавцами, большинство из них это говнотеоретики, вот, которые много рассказывают, как продавать, но сами никогда ничего не продают. Тем не менее, вот, насколько вы хорошо продаете, да, вот, сами продаете, насколько хорошо. Насколько вы, со своей стороны, хороший психолог, то есть, насколько к вам пришел, там, такой, весь в себя, да, вы, там, с ним пошаманили, он ушел довольный жизнью, там, у меня все хорошо, да. Вот, ваша внутренняя экспертность. Многие люди пытаются стать лучшими, стать лидерами, стать номерами один, даже не пытаясь прокачивать в себе внутреннюю экспертность. Что такое внутренняя экспертность? Это те самые книги, это те самые, там, тренинги, да, это то самое общение с какими-то гуру в этой теме, там, и так далее. То есть, когда вы получаете информацию, позволяющую вам расти профессионально, да, расти профессионально, и тут есть один очень главный критерий, это ваши личные результаты в этом деле, да. То есть, я хороший, там, крутой учитель математики, да, замечательно, кто это сказал? Как, кто, ну, а, а, э, 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 все, да. А, например, я крутой учитель математики, у меня есть диплом, там, да, вот меня, там, наградило РАНО, вот меня, я выиграл, там, какую-нибудь, там, олимпиаду, там, еще что-то такое, да. Это ваши личные результаты. Второй показатель вашей крутой экспертности внутренней, это результаты ваших последователей, да, или учеников. То есть, лидер, это не обязательно тот, который ведет, как Гайдар за собой, там, 16 лет, да, эскадрон. Это может быть еще человек, у которого есть ученики, вот тот же учитель, да, то есть, он же, он лидер-то не для людей, которые за ним, да, а он, например, лидер для учеников для его. И вот второй показатель экспертности, это результаты ваших последователей или учеников. То есть, что, вот смотрите, у меня есть диплом из РАНО, да, а вот мои ученики, соответственно, они выигрывают олимпиады по России, да. Вот я психолог, у меня есть, там, диплом какого-нибудь психологического центра имени кого-нибудь, вот, а вот, соответственно, те мои студенты, да, там, или там, наоборот, мои посетители, мои клиенты, вот смотрите, они вот приходили вот до, а вот после, да, и они там уже счастливые и так далее. То есть, вот это самое главное в вашей экспертности, да, то есть, внутренняя экспертность, она подразделяется на экспертность мои результаты и результаты тех, кто за мной идет или у меня учится и так далее. Здесь еще одна вещь, хочу добавить, что часто очень тяжело стать экспертом номер один в очень широкой теме, во всей математике, например, да, ну, то есть, или там, во всей физике. Перельман у нас уже один есть, а вторым стать очень тяжело. Поэтому можно сужать направление, сужать свою нишу, сужать свою тему, например, можно стать лучшим репетитором по математике, который готовит в определенный вуз. И здесь интересная такая штука получается, что если кроме вас никто в этой нише не специализируется, то довольно тяжело стать номер один, если, то есть, довольно легко стать номер один, если второго нет, если вы единственный. Это некоторые умудряются, конечно, и это позиционирование профукать. Но можно сужать до тех пор, пока кроме вас там никого вменяемого не остается, а это в большинстве ниш очень быстро делается и очень, ну, очень просто. И тогда вы узкий специалист. К узкому специалисту всегда учить больше. Вы подумайте сами, если у вас, допустим, не дай бог, проблемы со здоровьем, и вам нужен какой-нибудь хороший врач, нейрохирург, например, у вас есть выбор, пойти к очень крутому нейрохирургу, который занимается только вот этими болезнями, или пойти к терапевту, который тоже знает нейрохирургию. Кого бы вы выбрали? Ну, наверное, все-таки узкого специалиста, потому что он все время занимается только этим. У него опыт будет больше. И самое интересное, вы готовы будете платить гораздо больше за узкую специализацию, а не за то, как общие вещи работают для всех. То есть, смотрите, внутренняя экспертность, ваша внутренняя экспертность, она, вот как правильно Андрей сказал, то есть, если вы посмотрите, то вообще вопрос специализации, он в нашем сегодняшнем мире, он очень важен. Всегда есть люди, которые, вот мы даже удивляемся, почему этот человек столько зарабатывает. Ну, например, у нас была проблема, мы жили в Екатеринбурге, у машины сломалась помпа на кондиционер. Вот, и в городе оказался один перец, который чинит, то есть, ну, есть вариант поехать в Тойоту и купить весь кондиционер в сборе, это стоит как полмашины. Есть вариант поменять помпу. Вот помпы меняет один единственный человек. К нему очередь на две недели стоит. Представляете, вот двухмиллионный город, он один занимается вот этой вот ситуацией. То есть, у него у одного есть бэушные эти помпы какие-то и так далее. То есть, понятно, что это все равно стоит нифига не две копейки. Это не дешево. Но, тем не менее, у него есть запчасти, у него есть то, что нужно, и он единственный в городе, которому даже из родного Тойотовского центра отправляют менять эту помпу. И у него стоит очередь на две недели. Мы две недели ездили летом без кондиционера, потому что он говорит, ну, я физически не могу вам ничего сделать, потому что у меня сейчас я других людей. И вот с этим, на самом деле, мы с вами каждый день в жизни сталкиваемся. Что вот когда вы себя узко позиционируете и показываете миру, что вот, например, я готовлю в МФТИ. Вот если вы хотите, чтобы я подготовила в заборостроительный, это не ко мне. Заборостроительный, это не для меня, да? Например, вот молодой человек, да, что я специалист в области продаж оптовых продуктов питания. Вот если вы хотите, например, там, запчасти для автомобилей, извините, это не для меня, это не ко мне. Мне, ну, я теоретически что-то продам, но я в сто раз больше продам продуктов питания и оптом, да? То есть вам нужно определиться, в какой области вы свою внутреннюю экспертность будете прокачивать. И самое главное, тратьте время именно на вот эту вот узкую вещь, которую... И вот здесь переходим ко второй вещи. Это внешняя экспертность. Что такое внешняя экспертность? Если внутренняя экспертность, ну, образно, да, это такое маленькое хвастовство, да? Я самый крутой в этой области, да, такой? Вот. Я самый умный, да, да, вот мы хвастаемся, да? То внешняя экспертность, это когда вот человек встает и говорит, Да, я его знаю, он самый крутой в инвестировании, однозначно, да? То есть когда уже о нас с вами кто-то говорит, что мы в этой области самые крутые, мы в этой области, как сказал Андрей, да, номер один. То есть это могут быть наши ученики, это могут быть наши клиенты. Но самый, как бы, вот пик, да, самое лучшее, когда о нас так говорят наши коллеги, наши, образно, даже конкуренты. Ну, то есть вот, приезжая в Тойотовский сервис, мне в Тойотовском сервисе говорят, что этот перед самый крутой по помпам кондиционера. То есть я уже не могу к нему не поехать, потому что, если даже вот Тойотовский центр мне его рекомендует, то значит он на самом деле самый крутой эксперт в этом вопросе. То есть вопрос внешней экспертности. А был там эксперт номер два по помпам? Вы знаете, наверное, он где-то был, но мне он был не нужен. Ну, то есть смысла не было искать его. Но, опять же, вот в этом, вот, кстати, в этом есть прелесть внешней экспертности, что когда другой эксперт говорит, что вы номер один в этом, у вас даже в голове не возникает, что искать номера два. Вы даже не пытаетесь этого делать. Почему? Потому что если один эксперт признал другого эксперта и сказал, что он номер один, вы согласны подождать две недели, вы согласны на то, что это будет дороже, вы согласны на то, что там, я не знаю, у него там в гараже будет душно, вы согласны еще на что-то, но лишь бы попасть именно к нему. То есть внешняя экспертность. Я думаю, что здесь, опять, эксперт, который на самом деле номер один, он знает вот это вот чуть-чуть больше, что влияет на гарантию, что влияет на продолжительность решения, что влияет... Вот номер один по книжкам не изучить, да, здесь только из опыта и только из своих результатов. И интересно, что получается, что вот как есть... У нас в мире есть пять валют. Мы ценим время, мы ценим деньги, мы ценим энергию, то есть сколько у нас внутренней энергии, ценим свободу, то есть насколько мы свободно можем выбирать, что мы делаем и как мы делаем, и ценим статус. Со статусом очень интересная штука, что в статус не верят те, у кого его нет. То есть люди, у которых нет денег, они не верят в деньги. Люди, у кого нет... в необходимость денег. Люди, у кого нет статуса, не верят в статус. Но люди, у кого он есть, очень боятся его потерять. И там задача, у них вопрос больше заплатить не стоит. Им дороже... цена ошибки дороже. То есть купить кого-то дешевле, чтобы оно еще раз сломалось, всегда дороже, чем чуть-чуть переплатить и уже точно верно 100% получить решение. Вот у кого книга в руках? Вот если вы сейчас посмотрите, вот начиная с 48 по 73 страничку, это вот как раз полностью перечислено все то, что я вот сейчас говорил, Андрей вот сейчас добавил, по поводу внешней экспертности. То есть 48, можете себе пометить, только не в книжках, в книжках помечайте, когда купите. По 73 страницу это вот как раз про то, как прокачивать в себе, прокачивать в себе вот эти самые навыки и умения, которые влияют на внешнюю экспертность. То есть в частности, на что влияет на внешнюю экспертность? Ваше умение продавать, да, ну или презентовать что-то. Ваши истории про то, соответственно, каким образом вы стали профессионалом. Умение вами писать различные статьи, различные эссе, может быть, да, там какие-то отзывы и так далее. Вопрос вашего умения управлять своим временем и самому не делать рутину, отдавать ее на аутсорсинг. Вопрос вашей медийности, управления вот репутацией, внутренней уверенностью, умение создавать большую ценность, большая идея, харизма, нетворкинг, навыки быстрого внедрения. Вот это вот все влияет, и все это подробно-подробно описано. Когда вы начинаете... Здесь еще интересная вещь. Очень много людей, которые на самом деле являются экспертами, на которых кроме них еще узкого круга лиц никто не знает. Есть методы по усилению внешней экспертности, есть методы по усилению, чтобы вас знали, на вас ссылались, есть привычки, которые вам необходимо встроить. Я вчера рассказывал про четыре ключевых привычки, которые заставляют на вас ссылаться. То есть, если вам нужно, если у вас сарафанное радио работает, что вас передают из уст в уста, если вы себе выработаете четыре ключевые привычки, это станет сильно заметнее и сильно больше. Какие ключевые привычки? Первая привычка – это делать то, что вы говорите. Очень много людей говорят, обещают очень многое, и потом не делают. Есть даже фраза, я когда изучал НЛП у Ричарда Бендлера, у одного из создателей НЛП, у него одна фраза была, он говорил, какая разница, что обещать, если не собираешься ничего выполнять. То есть, очень четко характеризуют нашу политику в основном. Так вот, если вы будете другой, если вы про действия больше, чем про говорения, то люди будут вас ценить и передавать вас от одного к другому. Даже если при этом у вас плохой характер и так далее, и так далее, это будет никому не интересно. Вторая ключевая привычка – это быть вовремя, делать вовремя, делать тогда, когда вы обещали. Сказали через две недели, приехал так. Это может быть не нравится, но вы приехали через две недели, вы знаете, что вы точно попадете. То есть, именно держать сроки, которые называете. Третья привычка – это доделывать начатое до конца. Очень много людей, которые начинают что-то и не доделывают. У нас у каждого большое количество полуживых проектов, или полумертвых, которые мы начали, и вот уже почти-почти, вот уже вот-вот, скоро закончим. Уметь доделывать проекты до конца – это очень многое значит. И четвертая привычка, которая особо актуальна здесь и сейчас, в наше время особенно, это доброжелательность и дружелюбие. То есть, умение говорить спасибо, умение говорить здравствуйте, улыбаться и так далее. Потому что человека, какой бы он гений ни был, если при этом он плохо общается со своими клиентами, клиентам почему-то не нравится, они будут от него уходить. Бах! Это вот, да, тем, кто запись ведет. А, дальше я, я просто смотрю, у меня лежит много. Смотрите, третья вещь, которая очень важна, это внутренняя экспертность, внешняя экспертность. Третья вещь очень важная – это ваше окружение. Ну, то есть, вот, сам, даже начнем, давайте, с близкого круга. Все знают, что окружение делится на несколько кругов. То есть, первый круг – это наша группа влияния. То есть, 10-15 человек, которые максимально на нас с вами влияют. Вообще, многие люди, думая о том, что я такой, потому что я такой, они сильно-сильно заблуждаются. Потому что, на самом деле, мы такие, какое вокруг нас окружение. Наше с вами мировоззрение, наше с вами мышление, оно формируется в большинстве случаев не нами самими. То есть, если бы мы были сами по себе, мы были бы Маугли. Хотя нет, Маугли тоже не подходит, там Каа влиял, да, и Балу влиял на то, как правильно жить. Робинзон Крузо. Робинзон Крузо, да. Но там тоже не совсем, там он уже был сформирован личностью на основании того, что... Ну, то есть, смотрите, каждый из нас с вами есть такой определенный конструктор Лего. Да, вот вокруг нас живет какое-то количество людей, которые на нас влияют. И вот это самые большие детальки, да. Вот мы с вами, вот кто-то думает, что вот мне идет синее платье, да. Вот, я так решила, что мне идет красный галстук, да. Вот, я так решила, что мне идет что-то в горошек, да, и так далее. На самом деле, это не мы так решили. На самом деле, это кто-то нас увидел, сказал, слушай, тебе идет, да. Да, о, слушай, классно, да, вот, а всем нравится. И мы такие, раз, и у нас вот такой вот кусочек конструктора где-то там в голове прилип, что вот мне идет синий, там, мне идет красный, да, и так далее. Вы с ним хорошо смотритесь, да. О, все, я с ним хорошо смотрюсь, отлично. Если бы сказали, ты с ним кошмарно смотришься, наверное, мы бы как-то уже друг от друга сторонились, да. И наше мышление, вообще, мы смотрим на мир в большинстве случаев такими вот прилипшими к нам мнениями чужих людей. Это касается вопросов, в частности, безопасности, да. Нам сказали в детстве, там, не суй пальцы в розетку, да, но мы и не совали. Ну, я совал, не знаю. Большинство не совали, но они так и не суют пальцы в розетку, да, там, ну, не ломайте градусники, да, там, мы их не ломали, там, и так далее. Хотя ни разу в жизни мы ничего плохого от градусника не видели, правильно? Так вот, наше с вами окружение, оно очень сильно влияет на нас с вами. Например, мы с вами захотели, захотели стать номером один, там, в области психологии, да, в какой-то там, да, психология для женщин старше 45, которые живут в деревне, например. Вот, мы стали, захотели стать номером один, и мы такие приходим и говорим, все, я сейчас буду, вот, прокачиваться в этой теме, я уже договорилась, мне надо ехать на конференцию, мне там назначена встреча с главным психологом по деревням и так далее, вот. А вам муж говорит, а котлеты, да, стоять, куда пошла, да, там, у тебя есть там кастрюля, у тебя есть котлеты и все. И все. И все наше желание быть лучше, да, больше зарабатывать и так далее, и оно все. Или наоборот, мы пришли такие, вот, мы сейчас поедем куда-то там, вот, нам надо учиться, да, и дети такие, да, мам, ну а как это, да, а кто нас будет кормить, а кто нас будет отгладить там, да. Все, мы уже остаемся дома, и мы уже никуда не едем, мы уже ничего не делаем. Мало того, что это могут быть родственники, да, очень сильно влияют на нас, в частности, если вы работаете на какой-то наемной работе, да, очень сильно на вас влияет коллектив, очень сильно на вас влияет руководство. Задача руководства любой наемной работы какая? Сделать так, чтобы у вас всегда был комплекс неполноценности, что вы в чем-то виноваты, и поэтому вам не надо повышать зарплату. Но все же просто, да, и опять же, как бы вы не хотели там у себя там фантазии летать, да, то все, ваше близкое окружение, оно будет всегда зачастую, не у всех, оно будет стараться вас опускать вниз. То есть, если вы со своей стороны хотите быть лидерами, хотите быть номером один в какой-то теме, развиваться, зарабатывать. А, вот, кстати, хотите разницу, я вам скажу, мы считали тут разницу, порядок, порядок разницы в заработке, да, вот сколько зарабатывает номер один, а сколько зарабатывают остальные. Я взял за полгода и посмотрел статистику продаж кино, знаете, вот есть как это, ну, самый крутой кино, самый кассовый фильм, да. Как вы думаете, во сколько раз разница, ну, вот сейчас будет самый кассовый терминатор, вот как вы думаете, вот первый будет терминатор, во сколько раз больше он зарабатывает, чем второй фильм? Ну, во сколько, как вы думаете, а? В 10. Ну, не в 10, в 8. В 8 раз, представляете, вот эта разница, на порядок практически, на 0. То есть это, это другой порядок, это, в принципе, уже другой порядок. Ладно про фильмы, мороженое возьмем с вами. Лидер, знаете, какой номер один? Ванильное. В 10 раз больше продается, чем вся остальная хрень. Фисташковое, ну, это так, чтобы было для цветного. Оно никому не нужно, его никто, ну, покупает один из тысячи. Но, если фисташковое есть, больше покупают ванильного. Да. Они смотрят, я уже один раз пробовал, лучше ванильное, да, и так далее. Абсолютно то же самое идет в области профессиональных людей. То есть, есть лидер в области корпоративных тренингов, да, вот, Радислав Гонгопас. Соответственно, есть у него определенные заработки. Есть вторая когорта корпоративных тренеров. Они все зарабатывают в среднем, там, в 7-10 раз меньше, чем зарабатывает он. Вот это разница, которую вам дает возможность, ну, как не возможность, да, а ваши навыки, которые позволяют вам быть лучше. Дальше, дальше идет разрыв меньше. Третий зарабатывает где-то в 2 раза меньше, чем вторые, там, четвертые в полтора, пятые, там, уже почти так же, как четвертые, шестые, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Вот эта разница на порядок, это и есть то, что есть первое. Это и есть то самое лидерство. И оно нужно не только, вот, образно, там, политикам, да, оно нужно не только людям, которые свой бизнес ведут, оно нужно даже домохозяйкам. Вы хотите быть, например, лучшей в готовке тортов в своем городе, да? Зачем? Ну, чтобы все ходили и говорили вашему мужу, у него самая крутая жена, и у них самые крутые торты, и мы все хотим к ним в гости на торты приходить, да? Пожалуйста, вот вам тоже лидерство, то самое лидерство, но, как бы, вы будете помогать своей репутации, да, репутации своего мужа. Давайте сделаем первый раз. Ну, как бывший отличник, закончившую школу с медалью, после чего мне это очень сильно мешало в жизни. Я, 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 то есть, я, вот, у меня есть, я сколько наблюдал за людьми, почему люди становятся отличниками, и как они становятся отличниками. Первое, мы пытаемся выяснить, какие правила работают в школе, ну, как вот, там, где мы живем и работаем. И потом мы стараемся быть, следовать правилам как можно ближе. Чем больше мы следуем правилам, тем лучше у нас оценки. Делаем вовремя или заранее, сдаем все предметы, решаем все вопросы, ну, и так далее. То есть ты сейчас не мстишь. Мы живем по правилам, становимся отличниками. В жизни правила гибкие. В жизни срабатывают две противоположности одновременно. Должна быть настойчивость в достижении результата и гибкость в методах достижения. Если прямо не работает, то можно обойти справа, слева, снизу, сверху, другим способом и так далее. А отличник упирается в стену и говорит, все, я не могу, правил нет, дайте мне другие правила, буду же, ну, сделаю по-другому. Ну, и вот с этим тяжело. Я отличников на работу тоже стараюсь не брать. Мы берем хорошистов. Хорошистов. И вообще на многие рутинные задачи мы берем людей с высшим образованием. Почему? Потому что человек доказал, что он пять лет может делать нудную, никому не нужную работу. Хорошо, да, то есть вот на четыре. Значит, можно его брать, делать нудную работу у нас в компании и мало платить. Ну, он за стипендию уже жил как-то, вот дальше он будет работать у нас. Ну, если так совсем цинично. И в то же время даем возможность вырасти. Показываем другие правила и ждем, пока человек прыгнет. То есть мы кормим ту лошадь, которая бежит, а не ту лошадь, которая сидит и говорит, я принял решение бежать. И продолжает сидеть. Вот сидящих лошадей как-то не это самое, не интересно. И даем возможность вырасти. Почему-то у нас растут люди в компании, сильно растут. Те, у которых есть гибкость, у отличников гибкости нет. А тогда как бы дополнительный, но, наверное, он будет, ну, менее объемный в ответе. Вот куда все-таки люди по типу отличников, вот за что они возьмутся, все пойдет как. Как они могут пригодиться в общевую? Они очень нужны. Нет, конечно же они нужны. Не-не, они нужны. Можно вообще только помочь. Почему? Нет, нет. Если человек отличник в чем-то своем, в этом можно в профессии вырастить, стать номер один. И тогда будешь востребованным, там, не знаю, можно быть изумительным донтистом, нейрохирургом, физиком-ядерщиком, юристом. Нам тоже нужно быть отличником именно. Поэтому продавать не получится при этом, скорее всего. Ну, смотрите, на самом деле здесь вопрос многозначный. Мы говорим как бы в общем, да, что какие есть пики из общего фона. Естественно, есть отличники, великие бизнесмены, да, это тоже такое есть. Ну, то есть, ну, наверное, как бы в общих чертах ответили и в рамках данной программы... Да, у нас, к сожалению, время заканчивается. Еще пару вопросов. Ваш вопрос, да. Здравствуйте. Вопрос следующий. Как Вы относитесь к Ротшильдам, что те, кто умеет делать, те делают, те, кто не умеет, искать? Ну, я, может, плохо искал, но нету много книг, например, там, от Ротшильдов или Морганов, 99 способов, как заработать эти пикалы, равные нашим услугам. В то время как, в связи с обучением довольно много... Ну, Вы абсолютно... Это ни в коей мере не камень Вашего. И в нас тоже это нормально. Нормально. Ну, во-первых, если... У кого что болит, то мы обучаем. Если Вы знаете, то, например, «Думы и богатей», кто написал? Наполеон Хилл. Вы знаете, что по его книгам выросло огромное количество миллионеров, но сам он умер в нищете. Ему конкретно не свезло в жизни. На пике он кое-как зарабатывал, но до тех вещей, о которых он писал, он не дорос далеко-далеко. С другой стороны, если взять Марка Твена, то он всю свою вторую половину жизни зарабатывал публичными выступлениями. И зарабатывал очень хорошо. Поэтому здесь интересная штука, чтобы чем-то делиться, это отдельный набор навыков. Это как есть навык, можно быть очень хорошим программистом или очень хорошим менеджером по продажам. Но когда становишься менеджером отдела, это совершенно другие навыки. Это не навык, то есть, если вот у меня в софтерной компании в Торонто, сколько раз уже вижу, когда берем хорошего программиста, делаем из него менеджера, мы теряем хорошего программиста и получаем плохого менеджера. Это другой набор навыков. В обучении тоже. Обучение это тоже навык. Навык передать так, чтобы люди поняли, навык передать так, чтобы люди что-то сделали, навык передать, чтобы люди еще сделали, применили, получили результаты, зафиксировали и пошли дальше самостоятельно, без опоры на учителя. Потому что это важнее, чем подсадить на себя, и вот они как с постылями будут всю жизнь ходить. Хотя это финансово, наверное, более выгодно с точки зрения преподавания. Не у всех эти навыки есть. Это первое. Не у всех есть необходимость делиться. Есть очень много людей, которые, особенно в постперестроечное время, которые живут с вектором, что я с этого буду иметь. Дайте, 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 дайте. В инфобизнесе, в бизнесе именно, когда мы зарабатываем на том, что мы делимся нашими знаниями, чем больше ты делаешь, тем больше ты зарабатываешь. А если ты вот раньше, как было в цеховое, во время цехов, то есть во время, не знаю, средних веков, найденные знания передавались только внутри коллектива. То есть они никуда наружу не передавались. И если умирал город, то знания умирали вместе с ним. Это работало тогда, сейчас это не работает. И на примере, допустим, Сингапура, чудо, когда маленькая страна из третьего мира перешла в первую, минуя вторую зону, часть была в том, что они взяли 100 самых крупных компаний в городе, сделали общую базу знаний для них и дали им доступ в общую базу знаний, к лучшим методикам маркетинга, продаж, управления, бизнес-процессов и так далее. И на этом выросло относительно большое государство. Конечно, не в рамках России, но тем не менее, все равно огромное государство. Поэтому я отвечу еще так, добавлю, что есть сферы, в которых можно учить, на самом деле, как абсолютно правильно, вот сейчас Андрей привел пример, в которых даже, я бы сказал, нужно учить, будучи самому теоретиком. Ну, то есть, вот, ведь огромное количество книг, вот сейчас мы как раз прорабатывали вот эту тему, да, там 99 законов, многие книги, вот, там, например, на Западе, да, прочитайте книгу такого-то, он опросил тысячу миллионеров, собрал общие о них данные, вот он это выложил, да, и он этому учит. Соответственно, есть какие-то темы, где нужно это, но, с другой стороны, есть темы, в которых человек обязан быть сам профессионалом, потому что иначе он не научит. Часто есть тема продаж, например. Ну, то есть, если ты сам продавать не умеешь, то ты не научишь продажам. Я буду говорить правильные слова, ты будешь говорить правильные вещи, ты будешь знать стратегию голубого океана, чем она отличается от стратегии красного океана, но продаж у тебя не будет. Там очень часто приходят тренеры по продажам и говорят, ну, помогите нам тренинги продать, у нас они не продаются. Мы такие классные тренера, мы так здорово обучаем продажам, ну, вот, помогите нам это все продать. То есть, у нас с Андреем, понятно, что, скажем так, не 100% того, что мы даем, мы как бы через себя профильтровали. В среднем на сегодняшний день это где-то около 80%. 80% того, что даем мы, это пропущено через наши работы, через наш опыт. Но вчера я, вас вчера не было, вчера мы подробно рассказывали о себе, да я более 15 лет ездил по стране, создавал филиальные сети для крупнейших наших абсосов, это операторы сотовой связи, да. Вот, соответственно, для страховых компаний и так далее. То есть, через мои руки прошло более 10 тысяч человек в подборе на работу. Мы делали из сотрудников среднего звена, делали из них управленцев филиалов, ну и так далее. То есть, вопросы, которые связаны с мотивацией, вопросы, которые связаны с лидерством, вопросы, которые связаны с властью и так далее, то есть, все это как бы личные наработки. Но, с чем мы столкнулись, когда я в первый раз подошел к Андрею, говорю, Андрей, скажи, пожалуйста, нужно взять программу по мотивации. Вот у меня есть книга, которая называется «Персонал от А до Я». К сожалению, ее издательство Питер выпустило, а сейчас там у Питера проблемы. Потом, короче, ладно, ЭСТ ее будет выпускать попозже. Так вот, значит, я говорю, там нужен блок по мотивации. Он говорит, я говорю, как его систематизировать? Он говорит, иди купи главные книги по мотивации, посмотри, что пишут лидеры в этой области, и пропусти через то, что делал ты. То есть, не надо выдумывать велосипеды. Ну, то есть, вот, есть определенный термин, да, KPI, да, в мотивации, он обязан быть. Я всю жизнь называл «точка контроля». Ну, вот, если я выйду на рынок со своими терминами, там, точками контроля, да, то моя книга будет никому не нужна, потому что все люди, которые занимаются персоналом, у них есть уже готовые, сформулированные всякие тезисы и термины, которые обязаны быть. Понятно, что прочитав основ... Во-первых, я увидел, что книг по мотивации практически в России нет. Ну, таких дельных, я бы сказал, да. То есть, ну, единственная человеческая, которая мне понравилась, это Радмила Лукача, но она вот такая вот, вот она вот. Она даже меньше, чем наша, она полностью карманный вариант такой. Вот, и из нее половина, это спасибо моей жене за то, что мне... за то, что я написал эту книгу. Вот, все остальное – это вода водой. Но дело не в этом. Дело в том, что за счет изучения чужого материала, да, мы что-то оттуда берем, но благодаря этому мы и структурируем, чтобы вам было более понятно и вам было более удобно. И, ну, вот, как бы, наверное, ответил. То есть, мы стараемся, чтобы не менее 80% это было нашей реальной практики или практики наших учеников, которые это попробовали, сделали, получили результат. Учеников у нас много. Только через мои руки прошло, там, больше полумиллиона человек. У меня в базе 530 тысяч на сегодняшний день. Вот, и я активно работал, наверное, тысячу с десятой частью, или, там, с двадцатой частью, наверное, из них. Поэтому смотришь, что у них получается. Мы же собираем статистику обратно. И вот это все кумулятивное знание, оно и выходит в том числе в качестве книг. Если раньше мы делали только тренинги, книги мы не обращали внимания. То есть, если потом мы поняли, что знание нужно делиться дальше, и будет на один из тысяч людей... То есть, если мы говорим, тысяча человек купили книгу, из них 300 человек... Нет, 500 начали ее читать, 100 человек прочитали ее до конца, 10 человек, там, 20 человек что-то сделали, и 10 человек сделали от начала до конца. Вот ради этого процента, или, там, 0,1, 50-й, мы это и делаем. Мы пишем книги, которые помогают в массе, не всем, но вот выбрать точечно у нас получается так. Еще вопрос был сейчас. Давайте. Я хотела спросить про навыки, вот и лидерство, да, допустим, лидер сидит в каком-то определенном, да, а вести надо колораро-компанию, вот как в этом? Не совсем понял. Ну, допустим, вот я визажист, да, и у меня лидер визажист, да, а мы продаем косметик. То есть, вот в этом вот плане. Я хотела спросить. И команда разваливается сейчас из-за того, что вот у нас не идут продажи. Но, смотрите, вам нужно понять, в данном случае, вот вы визажист, соответственно, у вас команда какая разваливается, а они кто? Продажник продает косметик. То есть, они продают, а вы визажист, какую роль вы имеете? Я вот не совсем... Ну, у нас есть несколько направлений, вот. Вы начальник там, хозяин? Ну, да, у меня есть тоже своя команда. У вас своя команда чего? Визажист. Короче, в конечном итоге, на чем вы зарабатываете? На макияже. Вы зарабатываете на макияже. Да. А продажа косметики? Да. Каким боком? Ну, побочные продажи. Дополнительные продажи? Да, да. Ну, соответственно, вы со своей стороны, как визажист, да, если вы хотите, чтобы ваши визажисты продавали, то, в первую очередь, вы должны показать, как это продавать. Если вы сами, как визажист, продавать не умеете, значит, вам надо кого-то нанять. Значит, это не ваша ключевая компетенция. Вы приходите к человеку и говорите, помоги мне, пожалуйста, продать. Да? Соответственно, вы, он вам говорит, да, какие-то вещи сделать и помогает вам продавать ваши услуги, а через ваши услуги вы продаете косметику. То есть, если вы сами этого делать не умеете, тогда надо кого-то нанять. Но, на самом деле, проще... Или научиться. Да, или научиться. Но проще научиться. Потому что обычно нанять, это... Не всем. Есть люди, которым тебе проще нанять. Есть люди, которым проще научиться. Это разные люди. Есть люди, которые сами машину учили, есть люди, которые только к делу ездят. То есть, это тоже разная группа людей. В малом бизнесе, вот если мы берем крупный бизнес, там выгоднее нанимать. Если мы берем малый бизнес, или микробизнес, его можно назвать, значительно выгоднее научиться самому. Почему? Потому что вы, если вы не умеете... Если вы руководитель, вы не умеете продавать, то вы никак не сможете контролировать того, кто к вам будет приходить и говорить, ваш макияж, ваши краски, их никто не покупает. Никому это не нужно. И вообще у вас неправильное место, и вообще у вас телефон на 7 заканчивается, и никто звонить не будет. И вот это вот... А вы же не знаете правду, он говорит, или нет. Почему? Ну, потому что вы сами продавать не умеете. И вы вынуждены верить ему на слово. Есть огромное количество примеров, когда вот такие горе-продавцы, есть вообще категория людей, которые устраиваются на работу в продаже, они устраиваются специально до момента, пока их уволят. Иногда даже на спор, как долго мы там просидим, ничего не делая. И они вот эту хрень все рассказывают. То есть, 3 месяца меня никак не могли уволить. Почему? Потому что я всем рассказывал, что у них неправильный товар. Готовь 3 конверта. Готовь 3 конверта. Вот, поэтому это нормальная ситуация на рынке. И для малого бизнеса невыгодно нанимать. Еще одна вещь. Хороший продавец всегда может найти хорошего... купить или там нанять хорошего визажиста. Визажист продавца хорошего нанять очень тяжело. Поэтому проще научиться самому малому бизнесу. Еще два вопроса и будем заканчивать. Был вопрос по моему предыдущему вопросу. Здесь я увидел, как у меня неправильные знания. Здесь я не соответствую, действительно. Как переучиться в правилах? Вот тяжело. В английском языке есть понятие unlearn. То есть, выгрузить из головы ненужные знания. Это сложно. Самый простой способ, наверное, это повторение чего-то нового, новых действий. Информацию информации не выбьешь. Можно просто сверху ее забить. Информацию можно выбить другими действиями. Разделить думание и делание. Немножко думать, много делать. 20% думания, 80% делания. И по времени их разделить. То есть, если вы думаете, вы не делаете. Если вы делаете, вы не думаете. Сначала думаете, пишете план. Потом отключаете мозг и работаете по плану. Тогда можно. Но тогда не менее 100 повторений. А то и тысячи. Нового действия, которое будет затирать предыдущее. И после 100 повторений будет комфортабельно. Но вы должны понимать, как только вы останавливаетесь в этом, в новом действии, а отъезжает все обратно. Это не изданной велосипеде. Если вы на велосипеде научитесь на нас ездить, вы через 10 лет садитесь на велосипед, и вы там метр увельнете, но дальше будете ехать нормально. В продажах никак не так. Если вы полгода ничего не продавали, начинать будет безумно тяжело. Так же тяжело, как в первый раз. У вас голос будет ломаться, вам будет страшно, неудобно звонить, людей прерывать, не знаете как. Даже с тем, что вы раньше продавали хорошо, полгода навык не используйте, он умирает. Это как язык. Если вы не используете иностранный язык, он куда-то уходит вглубь. То же самое с публичными выступлениями, могу сказать вам. Полтора месяца. Две недели уже, вот я сейчас был на отдыхе, две недели, как бы, до этого я буквально в течение недели в среднем у нас с Андреем по пять, по семь выступлений. Ну, какой-то день два, какой-то три, какой-то день не одного. Но тем не менее, образно каждый день мы хоть где-то выступаем. Вот две недели сейчас на отдыхе не выступал, потом уже язык хочет говорить, а мозг еще не вспомнил, что надо. То есть вот уже тяжело. Через месяц еще тяжелее. Через полтора месяца фактически приходится заново учиться. В продажах абсолютно то же самое. Если человек не продавал две недели, вот, уже проблема. Если человек не продавал полтора месяца, то фактически он, ну, у него слишком долгий будет адаптационный период, потому что он начнет опять думать о том, а может быть им неудобно. Всякую пигню. Да. Можно ли к лидерству прийти, минуя нижние ступени пирамид? То есть, допустим, не побывав исполнителем, руководителем? Можно, но скатываешься обратно. Практика показывает, что можно прыгнуть, но если ты при этом не доберешь, быстро не доберешь опыта на нижних, ты будешь скатываться обратно. Поэтому нужна две обратные, нужно обратная связь по пирамиде, то есть, ты сверху нужна обратная связь от тех, кто занимается стратегией, но при этом нужно разговаривать и с этим уровнем, и с этим уровнем, и с этим уровнем. То есть, если не ловить обратную связь, то информация будет искаженная, будешь принимать неправильное решение, очень быстро скатываешься обратно. Это примерно так же, как можно в первом классе научиться решать неференциальное уравнение. Можно. Но от этого не станет у вас среднего образования. Понимаете разницу? То есть, есть понятие среднее образование. Вот лидер, это не просто ярлычок, вот лидер, да, это есть комплекс навыков, даже не знаний, а именно навыков, которые вы получили, проходя эти ступени. Так же, как вот, есть комплекс навыков, которые вы получили, обучаясь с первого по десятый класс. И тогда говорится, что у вас среднее образование, да, или там в институте высшее образование. А то, что в первом классе, если уж сильно там поднапрячься, можно, наверное, только этим заниматься, если делать так, чтобы он в 7 лет научился решать дифференциальное уравнение, наверное, тоже можно. Но от этого общего образования не будет. С другой стороны, годами застревать тоже не надо. То есть, можно быстро-то пройти. Относительно быстро. Опять же, эта книга, ну, как представьте, это книга про навыки, а не про знания. Да, да, да. Это то же самое, как книга про плавание. У вас прочтение книги о плавании плавать не научат. Вы будете знать, как плавают другие. И как это здорово. Да, ну, то есть, здесь примерно то же самое. Чтобы получить от этого на самом деле пользу, нужно ее применять. Это я понимаю, что, наверное, как капитан очевидности сегодня мы рассказываем. Но, тем не менее, я считаю, что нужно на этом сакцентировать внимание. Ну, да, заходите к нам в социальные сети. У нас тут вопрос. Да. Вопрос, окончательный. Как все-таки должен выглядеть лидер внешне визуально? Внешне, то есть, прическа должна быть как бы... Объясняю. Вчера мы на эту тему говорили, вас, к сожалению, не было. Внешний вид зависит от вашей целевой аудитории. То есть, если ваша целевая аудитория это вот люди в хаки-шортах и в черных майках, и они все так ходят, то вы должны выглядеть так, как вы выглядите сегодня. Если ваша целевая аудитория это, например, бизнес-тема, то костюм, рубашка, галстук. Если ваша аудитория это аквалангисты, хотите или нет, это плавки. И, извините, акваланг. Вот. И по-другому не получается. И прически так же должны. Вот. И абсолютно то же самое с прическами. Да. Как ваша целевая аудитория. То есть, на кого вы влияете, на кого вы воздействуете, как они хотят вас видеть, так вы и должны выглядеть. Не так, как вы хотите, а так, как они хотят. И тогда, в этом случае, вы к ним... Это есть внешний вид системы подстройки под аудиторию. То есть, мы подстраиваемся под аудиторию, а потом ее тащим за собой. Две стратегии здесь. Если вот в общем выстраивание имиджа. Первая стратегия быть в целевой аудитории, но чуть лучше. Чуть-чуть лучше. Опять, если вы приехали разговаривать с колхозниками, приехали в монокли, с тростью и в цилиндре, наверное, вас не поймут. То есть, вы будете сильно выделяться. А вторая стратегия вторая стратегия это быть сильно другим, очень непохожим. Если вы номер один и вы такой эксцентричный, то вам простят. Но Саша прав, тут нужно именно танцевать от целевой аудитории. То есть, с детьми разговаривать. И это не только как вы выглядите, то, как вы говорите, какие слова вы используете, какие выражения вы используете и так далее. Если вы со старшеклассниками будете говорить заумными фразами, то через 15 минут они уснут все. и наоборот, если вы идете в Академию наук и там говорите да мы тут нахерачим, что здесь фигня. То они тоже вас не поймут и тоже через 15 минут встанут и уйдут. От целевой зависит. Спасибо. А еще вопрос. Разница между менеджером и лидером. В чем? Есть несколько этапов лидерства. Первый этап лидерства это так называемое назначенство. Все мы становимся лидерами в этой жизни однажды фон назначения Ю. Ты будешь сегодня главный по тарелочкам и следи, чтобы по тарелке помыли братья, сестры. Все, нас назначили лидером. Ты будешь у нас звеньевой. Вот у тебя звездочка твоя. Ты отвечаешь за уборку в классе. Ну и так далее. То есть в один прекрасный день в этой жизни нас однажды назначают лидером. Вот это первая ступень как бы лидерства. Соответственно после ступени назначенства есть следующая ступень это ступень результатов. То есть мы должны показать результаты. Результаты первые. Смотрите, я лучше всех помыл. Смотрите, вот благодаря мне никто не разбежался. Мы больше всех собрали металлолома там, да, ну и так далее, и так далее. И на этапе после, вот что такое этап назначенства? Все как бы готовы под вами быть. Но вы для них еще никто. Ну то есть вот они делают, но не потому, что вы лидер, а потому, что сверху вас назначили. Это как бы не лидерство, это назначенное лидерство. И здесь огромное количество как раз руководителей, которые назначают, вот они об этом забывают. Они говорят, я тебя назначил, все, я теперь буду от тебя требовать. А от кого там требовать, если он для всех, ну образно, хрен с горы, он никто, и звать его никак. Поэтому в первую очередь нужно А назначить и Б добиться, чтобы он сам показал результаты, свои собственные результаты. Третий этап это результаты команды. То есть он теперь может говорить, я лидер, потому что я лучше вас всех набарыжил продуктов питания. Я больше всех продал, поэтому вот давайте я вам покажу. Они хотят, не хотят, вынуждены его слушать, потому что он лучше в продажах. Потом он тащит их и говорит, ребята, смотрите, мы вместе с вами теперь больше всех продали продуктов питания. Это следующий этап. Следующий этап это наставничество. То есть когда результаты показали, соответственно, под его руководством. Следующий этап это обучение наставничеству. Он начинает их учить быть такими же крутыми, как он. И следующий этап это уже когда он образно для них светит, как звезда. То есть теперь я уже крутой, большой, вот вам тоннель, а я в конце тоннеля. Вот бегите за мной. Вот как бы вот эти этапы. И они, собственно говоря, скажем так, поясняют, в каком случае лидера можно считать лидером, в каком случае нельзя. То есть самый настоящий, большой, крутой лидер, естественно, тот, который светит, как лампочка, и все бегут на него, как мушки. Вот. Это идеальный вариант. Но до него есть еще несколько этапов, о которых надо помнить. А, я про менеджера спрашивал. Вот менеджер это в большинстве случаев или первый, или назначенный, или второй этап. То есть менеджеры сами по себе, но опять же мы не берем корпорации. Там этот самый Чубайсон тоже менеджер. Вот. Поэтому мы берем, если малый бизнес, то в большинстве случаев менеджеры это первый, но в лучшем случае второй. То есть это такие недолидеры. На этом давайте мы закончим. Лиос, давайте. Я по поводу книг хотела спросить. Вы их используете как продвижение своего бренда или как набор аудитории? То есть если бы раньше только в инфобизнесе аудиторию набирали, это как дополнительное? Книги это смотрите, что такое для нас книги? Мы вам маленький секрет расскажем, если вы не понимаете. Книги для нас это огромные минус деньги. Вот. Вот. Прямо огромные минус деньги. Это ну наша с Андреем задача перед вообще перед обществом, перед нашей страной, перед можно даже сказать перед миром поделиться своими знаниями чтобы они достались даже тем людям, которые не могут себе позволить прийти к нам в программы за 5 тысяч, за 10 тысяч и так далее. То есть мы как бы мы не вечные. Одна для нас тоже не станет. Но наша задача сделать так, чтобы как можно больше людей на этом свете познакомились с теми программами, которые работают, которые реально дают результаты. И книга это просто возможность отдать вам наше знание и наш опыт за по цене чашки кофе. То есть она работает на большее количество аудитории, да, получается? Она не на большее, на другую. На другую. Другую. На другую. То есть но цели заработка не стоит. Какой-то невероятный пиар. Ну если у Андрея в базе 500 тысяч человек, книга выходит тиражом в 5 тысяч, ну о каком там серьезном пиаре можно? Просто мы один день ее пиарим по нашей базе. Один процент купил, все, тираж закончился. А только книги выходят, да, мы тут же начинаем их рекламировать по нашим соцсетям. Вот, кстати, заходите в соцсети, ищите Андрея про Беллум, Беллумовский Александр, забавляйтесь в друзья. Все, книга у нас за 3 часа раскупает 80% тиража на Озоне. Соответственно, она становится бестселлером. Все, и это просто, это возможность поделиться с вами нашими знаниями и опытом, еще раз говорю, по цене чашки кофе. Вот, это единственная наша задача. Понятно, это миссия. Да, это миссия, писать книги это именно миссия. То есть, еще раз говорю, опять, чтобы вы понимали, сюда есть зазор. Мы сегодня уже знаем больше, чем написано в книге, потому что пару лет уже прошло с тех пор, как эта информация вышла в тренингах, вышла в личном общении, вышла в коучинге, потом она вышла в массовую программу, потом ее написали, книгу, потом ее издали, пару лет прошло. То есть, то, что вы читаете, это очень здорово, это очень круто. У нас уже есть более совершенные методы, да. И какой это номер? Номер книги какой? У меня седьмой. У меня сто тридцать девятая. Сто тридцать девятая бумажная книга. Книга, вообще книга, но не обязательно. Ну, они все в бумаге были, были изданы, так или иначе. А откуда вот эта тема, тысяча книг? Хочу. Ставите цель, не вижу препятствий. А кто может помешать? Кто может мне помешать писать? Дарья Донцова. Нет, она пусть пишет. Здоровая конкуренция, мы в разную целевую пишем. А также конкуренции нет. Да, мы в разную целевую сделали пишем.